Шалом друзья, с вами как всегда я Майор, сегодня у нас будет обзор на следующий 38 июльский элитный пропуск в Free Fire. Я данный видеоролик записываю вечером 23 июня и получается, если завтра не выходит тайный магазин, в котором будет пропуск, считать смысла от пропуска, который идет прямо сейчас, уже никого нету, так что я считаю, стоит приглянуться к следующему пропуску. Так что я вам сегодня его покажу. Ну а я больше не смею тянуть, прожимай лайкос, пиши комментос, а мы погнали в видос. Ну а пока что я вам расскажу про спонсора данного видеоролика. Сейчас вы узнаете, как Си может добыть халявных алмазов для Free Fire. Устанавливаете себе на телефон это приложение, выполняете несложное задание, ну реально просто элементарнейшее задание. Из-за этого вы получаете промокоды, которые можно активировать в игре. В приложении есть подробная инструкция по получению данных кодов. А если вы хотите еще немного алмазов, то используйте мой бонус-код по ссылке в описании под данным видеороликом. Заставочку вам показывать даже не буду, потому что тут типа вообще абсолютно ничего интересного. Вот тут опять эти бандиты там типа файтят с главными героями пропуска. Потом там что-то происходит непонятно, там какие-то рикошеты, какие-то непонятные действия, там движуха какая-то происходит. Ари Берри, Том и Джерри и как бы до свидания. Эти чувачки из пропуска как бы выигрывают. Ну и как бы это дефолт, так что смысла это показывать я не вижу. Ну и в принципе первая награда из пропуска это у нас будет такой спорткарик. Скин окей, реально ничего плохого в нем не вижу. Но смотрите в чем тема, данный пропуск будет в июле. А в июле у нас будет как бы самая главная, самая масштабная коллаборация с McLaren Racing. И там будет выпущено как минимум около 7 скинов на машины, вы понимаете? Как минимум 7 скинов на машины там будет выпущено. Я думаю минимум 2 скина мы получим на халяву. А там скинов где-то 5 из них на спорткар. И как бы я уверен вы хотя бы один мощнейший скин к коллаборации с McLaren получите на халяву. Так что типа смысла от этого пропуска, ну кому он как бы нету. Потом у нас идет аватарочка такая вот дефолтная в тематике рампейджа. Такие аватарочки у нас уже были. Потом у нас идет юмпик и что тут нарисовано, если честно я вообще абсолютно не понял. Но смотрите в чем тема, юмп получается он как бы сейчас нагибает. В битве отрядов прям реально тем более. Но смотрите в чем тема, нафига вам опять же данный скин из пропуска, если можно себе выбить по дешевке, хоть и бич, но нормальный какой-то скин со статистиками, понимаете. Там не знаю есть скин там титан какой-нибудь. И еще там куча тематических скинов, которых можно выбить там не знаю за 200 там алмазов, да, как бы навсегда. И он у нас будет со статистиками и типа зачем этот пропуск не особо понятно. Ну окей, потом у нас идет такая курточка, но это как бы дефолт в каждом пропуске мне кажется она есть. И никто ее носить не будет. Опять же тут что-то намазали, непонятно, что-то типа за рисунок вообще типа не понял. Потом купончики, вот это реально уважение. Потом идет вот такой вот фон, фон реально грамотный типа, вот показывается тематика типа Дикого Запада. И что самое главное, тут такое как бы пространство не пестрое, как бы без рисунка, под никнейм и под название гильдии. Вот это четко и это самое главное в фоне, а также выражается тематика пропуска, так что это просто конфеточка, это замечательно. Потом опять же идет супер дефолт, чисто вот абсолютный дефолт. Мне кажется, также данная рубашечка есть в каждом пропуске и каждый пропуск Горена делает очередной новый рискин. И тут опять какой-то парашный рискин, который как бы не будет отображать броник и который просто так безвкусно и вообще неаккуратно сделан. Вот смотрите, получается такой воротник, он никак не отделен от этого рисунка. Они просто так шлифанули поверх этого воротника и им вообще плевать. Ну короче, ребятки, проработка на уровне Горены, типа тут, ну понятно, да все. Потом далее самый главный сет на девушку, вот такой мощнейший сетик. И вот спина, я уже в каком-то известно говорил то, что типа этот пропуск прям будет имба в плане сетов тем людям, которые хотели забрать себе пиратский пропуск, но не забрали. Потом идет бита, какая-то бич бита, нафиг она нужна, я не знаю. Потом футболочка, окей, тут типа что-то нарисовано, вон тот 9, 9, миллиард долларов, короче, что-то, что-то хочет. Тут опять какие-то газетки, ну типа ничего, непонятно. А вот дощечка, это пушечка, это чисто пушечка, она сделана так же, ровно как и делали дощечку в честь коллаборации с бумажным домом. Реально так же только сделали, считай, только как бы текстурка другая и денежки вылетают чуть-чуть по-другому. А эта дощечка на самом деле одна из таких самых гениальнейших в плане креатива от Горены. Потом фон, и я не знаю, что в этом фоне гениального, но он почему-то мне очень понравился. Я не знаю, типа что, что тут вообще нарисовано, я так же не понял, но что-то меня в нем очень зацепило, но я не понял, что. Потом тут в бесплатной части пропуска опять же идет какой-то фон, но тут что-то вообще непонятно, типа никакой тематики дикого запада, никакой проработки, ничего нет, так что мы переходим далее. Дальность лет лутбоксик, лутбоксик, эффектики просто мощнейшие. Пушечка, опять же, типа этот чувачок хочет миллиард долларов себе, это понятно. Потом, кстати, камень эволюции, которых у меня в последнее время не хватает. Я уверен, в ближайшее время Горена опять же делает инкубатор 3 в 1, и, соответственно, ну нужны будут камни. Так что это еще плюс причина в копилку, чтобы купить данный пропуск, так что я думаю, я его куплю прямо реально 100%, даже не дожидаясь тайного магазина. Ну потому что камни реально нужны, а где их еще добывать кроме пропуска, я не знаю. Потом идет рюкзачок, бесплатный получается, ну просто полная параша, типа, что это вообще, что это? Ну потом идет, короче, платный рюкзак. И, кстати, в принципе, с самого начала было все норм, первый уровень норм, второй уровень норм, и третий уровень, он слишком жирный. Да, эффекты мощнейшие, там типа денежки опять там летят, но он жирный слишком. Почему нельзя сделать текстурку поменьше, я помню, где-то 2 года назад был какой-то пропуск, у которого, который сначала выпустили с рюкзаком каким-то, а потом рюкзак уменьшили. Вроде бы так раз таки был пропуск катаклизма, типа первого катаклизма. Вот просто сделать их просто поменьше, и все. Эти рюкзачки, они слишком большие, и все, их всех будут забирать, потому что в концептуальном это все как бы круто выглядит. Ну и потом мужской сет, в принципе, ну, то же самое считаю, что и на бабы учат. Ну, типа, скин как скин, казалось бы, штанишки вроде бы фастерские, но они слишком заляпаны этими тематическими всякими штукенциями. А чочки, кстати, вот реально пушечка, если какой-то там фиолетовый сайтик будет, подойдут идеально. Ну и далее специальные награды пропуска, то есть специальный лутбоксик. Тут у нас, получается, будут, ну, типа, опять же, перерисованные волосы. Окей, кому надо, тот заберет. Но лично я, по секрету рассказываю, ни единого раза не выбил ничего годного из этого лутбокса, который, ну, вот, типа, бонусом к пропуску идет. Реально, ни единого раза. Ни Куб, ни Гидру, ни Каролину, хотя бы Каролин, возможно, убивал, но Гидру точно нет. И вот эти награды специально пропуска, ну уж тем более. Ну, а на этом на сегодня все. С вами был Майор, если вам было интересно, прожимайте лайкосик. А всем удачи и всем покедово.